Сейчас я и мой блог, ничего святого с Сергеем Паярковым, я тут художник, который может обидеть каждого. Когда вы обращаете внимание, что Илон Маск ведет себя как помесь Масейчук с Арестовичем, есть объяснение, русский след. Он абсолютно в точности копирует своего предшественника, великого автомобильного конструктора Генри Форда. Генри Форд был ярым антисемитом. Ну, как мы видим, Илон Маск гордится, что он общался с Путиным, Илон Маск несет бред о том, что у него есть там комната, посвященная великим ученым. И одна из комнат, это комната, посвященная Шарлатану Циолковскому. Смотрите, у Генри Форда был такой помощник Борис Бразоль, который был выходцем из Полтавы, но он считал себя ярым русским. И он влиял на Форда и помогал формироваться его антисемитской идеологией. И поэтому Форд, попав под влияние вот этого русского следа, был тем, кем он был сто лет назад. Он был одним из флагманов антисемитизма, помогал издавать антисемитские брошюрки. Вот это вот первое успешное ИПСО в мире. Это выдуманные на 100% протоколы сионских мудрецов. Ну так вот, когда Илон Маск отливает очередную дурную пулю из дерьма, мы должны понимать, что за ним стоит Игорь Курганов. Есть такой персонаж, которого ФБР заставили, кстати, уволить. По настоянию ФБР Игоря Курганова Илон Маск уволил. Но Курганов успел сформировать, скажем так, в определенной части мировоззрения Илона Маска. Он напарил ему кучу всякого фуфла. Поэтому Илон Маск предубежден и против Украины, на что вы обратили внимание. Он несет околесицу, что Украине не надо давать оружие, что это провоцирует войну. Ну это все влияние, агента влияния Игоря Курганова. Игорь Курганов, он был профессиональным игроком в покер. Ну и опять, документов никто не видел. Момент вербовки его ФСБ не заснят. Но он неожиданно быстро, опять-таки, с помощью своих коллег из известной организации, зашел в ближайший круг Илона Маска. И определенное время влиял на Илона Маска очень сильно. Илон Маск дал ему в управление достаточно многомиллиардный фонд акций Теслы, которые намеревался на благотворительность потратить. Но пришлось уволить, потому что ФБР настаивали. Вы можете загуглить, узнать все подробности. Был такой персонаж. Так вот, всегда, где появляется антисемитизм, всегда, где появляется антиукраинизм, всегда там, где проявляется симпатия к Путину, там всегда пахнет русским духом. Вот этот русский шпионский след, с которым Америка прекрасно знакома. Смотрите, именно россияне, тогда еще советские, вот эти вот россияне украли секрет атомной бомбы. Они не то чтобы прямо вот проявили профессионализм. Нет, просто тогда были модны левые течения, и фактически им в руки просто это упало. Прогуглите, кто такие супруги Розенберг. Это интереснейшая история, там все очень длинно и долго, но то, что Маск находится под влиянием именно российских спецслужб, ни у кого не возникает сомнения. Причем, это настолько глубоко сформировано. Вот, кстати, у Илона Маска есть комната, посвященная Циолковскому. Есть там комнаты, посвященные разным ученым. И поразительно то, что именно вот этот вот Курганов напел Маску, вот эту бедятину. Циолковский не был никаким ученым. Так же, как и Ломоносов. То есть, ни Циолковский, ни Ломоносов не изобрели ни одной формулы, ни одного закона. Это чисто пиар-фитюльки, созданные советской властью. Потому что их вытащили за уши из небытия. Смотрите, Циолковский был шарлатан, дилетант. И об этом есть куча документов. Гугл вам в помощь. Один-единственный раз, сдуру, великий ученый Жуковский по ошибке выдал положительный отзыв на какой-то там псевдотруд Циолковского. Потом Жуковский публично жалел. Он дезавуировал. Он говорил, что сделал это по ошибке. Мало того, сам Циолковский при жизни говорил, что он не какой ученый, а скорее исследователь-популяризатор. И все, что он открыл, открыли до него другие люди. Но кто-то вложил Илону Маску в уши о величии ученого Циолковского. Смотрите, Циолковский, если вы загуглите, был псевдоученым, у которого были шизофренические идеи. Например, его вклад в ракетные технологии не просто равен нулю. Знаете, какая самая яркая идея Циолковского, которая осталась после него? Он предложил Циолковский, вдумайтесь в этот бред, он предложил для того, чтобы достигать звезд, но лететь далеко, запускать там 500 или 400 ракет, которые по дороге будут сливать друг к другу топливо, то есть перезаправлять друг друга. И вот наконец последняя долетит куда-то далеко. На что ему сказали его современники? Циолкуша! Долбанный ты дятел! Вот немцы уже работают над многоступенчатой ракетой. Есть первая ступень, вторая, третья. И Циолковский сам при жизни говорил, сам утверждал, что он не является ученым, что он популяризатор. Злую шутку сыграло то, что стипендию на вот этого Циолковского подсунули, там чуть ли не Ленин сам подписывал, и его вытащили за уши для того, чтобы показать величие пролетарской типа науки, вот как вот из России. То есть мания величия, высосанная из пальца, это и есть Циолковский. Кто подсунул Илону Маску, это Фитюлю? Понятно, это все российский след. Поэтому он попал жестко под влияние российских спецслужб. Это ясно и понятно. И как мы понимаем, ФБР не всегда справляется. Так вот, друзья мои, точно так же, как Ломоносов. Кстати, Пушкин о Ломоносове говорил, что премного сделал вреда своими идиотскими, вот этими плохими стихами и панигириками ноль. Ноль заслуг Ломоносова. Чисто пропагандистский фуфел. Опять, Менделеев не изобретал таблицу Менделеева. Не имеет он никакого отношения к изобретению принципа атомной массы. В который раз, говорю, у люди, гуглите, принцип разделения элементов и формирования из них таблицы по атомной массе. Ну, задолго до того, как Менделеев родился, изобрел великий ученый Джон Дальтон. Но рассказывать пропагандистским придуркам, что правда отличается от их пропаганды, вот, геометрально противоположно, бессмысленно, все равно найдутся вот эти вот чухонцы, которые зачуханные, вот эти желатели сказок, которые ей верят в вранье про протоколы сианских модельцов, в то, что Циолковский был ученым, Менделеев изобрел таблицу Менделеева, а Калашников изобрел автомат Калашникова. Все это бред. Они этого не изобретали. Потому что, если вы посмотрите, вот загуглите АК-46, посмотрите, рядом с немецким штурмгивером, который Хьюго Шмайстер, собственно говоря, сделал, вы поймете, что АК-46 это почти точно копия конструктивно, не только внешне, а и конструктивно штурмгивера, а уже следующее после АК-46 Хьюго Шмайстер сделал АК-47, но, но, есть люди, которым хоть кол на голове тиши, они не готовы смотреть правде в лицо, они будут вот до гробовой доски верить в пропагандистский фуфел, и Илон Маск подпал под влияние, опять-таки, вот очередного российского агента, как и Генри Форд сто лет назад, знаете, вот история, как это не грустно, как это не смешно, в его случае повторяется вот просто один в один, как в капле воды, а вас, я попрошу, не забывать подписываться на мой канал, рекомендовать друзьям, знакомым, распространяйте это в соцсетях, если вы со мной согласны, обязательно проверяйте в гугле, не верьте никому, проверяйте сами, проверенные знания должны быть у вас в голове, а победа, друзья, победа обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально обязательно не заржавеет. не заржавеет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!